Сразу в трех регионах России открылись отделения Общероссийского народного фронта. Нижегородская область, Татарстан и Чуваша, новые адреса ОНФ. В Чебоксары на конференцию приехал представитель Центрального штаба народного фронта Вячеслав Гришин, глава Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль». Мобилизация, координация усилий всех тех общественных политических сил, здоровых, подчеркиваю, сил в республике, также будет, надеясь на результативность и успех движения, которое влилось и вольется буквально через несколько минут в Общероссийский народный фронт. Это очень важно, тем более, что возглавляет его президент Российской Федерации, лидер Владимир Владимирович Путин. Лидеры общественного мнения – профессионалы в своем деле. В этом зале собрались активисты, которые реально работают на благо страны и республики. Устав Народного фронта приняли единогласно. Коллеги, разрешите поздравить вас с учреждением Чувашского регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт» за Россию. 56 учредителей из Чувашии стали свидетелями создания регионального ОНФ. Сопредседателей Народного фронта выбирали из 25 кандидатов в региональный штаб. Теперь ОНФ Чувашии возглавляют директор филармонии Николай Казаков, спортсмен-инструктор Елена Иванова и Евгений Борисов – индивидуальный предприниматель, герой России. Если мы хотим жить лучше в нашей стране, чтобы наши дети жили лучше, сегодня все в наших руках. Хотя сегодня много делается в нашем регионе, но в процессе жизни проблемы есть, и они сегодня могут решаться вместе, сплотясь с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Чтобы у нас спорт развивался, в Чувашской республике еще больше, были такие же чемпионы, как и я, и чтобы молодежь была здоровая, не гуляла, не пила, а занималась любым делом. Собираемся отметить 550-летие Чуваксар, столетие республики. Я думаю, там очень много поставленных задач, то есть в сфере культуры огромные планы. Я думаю, что движение «Общероссийский народный фронт» тоже будет помогать в решении вот этих задач. Видимо, каждый из сопредседателей начнет свою работу в Народном фронте с наиболее близкой стихии. Решение вопросов патриотического воспитания, развития спорта и культуры. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.